Привет! С вами опять Зажигалочка. Продолжаем узнавать Мадоннский край в Латвии. На сей раз отправляемся в браки, мемориальный музей Рудольфа Блауманиса. Браки впервые упоминаются в исторических источниках в 1811 году. Блауманы начали здесь жить в 1868 году. Рудольф Блауманис влюбился в это место, посадил деревья. Именно здесь, в тишине и покое браки, было написано большинство его работ. Красиво! Это мемориальный музей браки одного из латышских писателей Рудольфа Блауманиса. Он тут жил. Вот это жилой дом. Сейчас во время ковида всё закрыто, тем не менее, очень красиво. Вот там, это называется рия по-латышски, я не знаю, как по-русски, но там кула, молотили, молотили зерно. Вот в том здании были разные инструменты и животные. Тоже сейчас закрыто. Там совсем за зданиями банька. А тут по-латышски это называется клейтиня, клеть, клеть. И в клете обычно, обычно есть такие песенки, да, летом девушки там спали, и парни пытались к ним забраться, да. Одно из этих клетей строил брат на ней, полкстенной, да, Анжеликиной бабушки. Вот, ну, его тоже, к сожалению, уже нет в живых. Тем не менее, клеть осталась. Простота, человечность и яркий юмор пронизывают творчество Блауманиса. Дети его знают по чёртикам, которые выбирались из ада и баловались в доме по ночам. Все здания отреставрированы и спроектированы так, чтобы они были такими, какими они были при жизни писателя. Усадьба браку состоит из комплекса из восьми построек – жилого дома, трёх амбаров, сарая и мельницы, конюшни и бани. Одно из зданий мемориального музея Блауманиса строил брат бабушки моих детей, Теодорс Пулкстенес, который жил в Эргле. Бабушка, Наная Пулкстена, и её брат Теодорс Пулкстенес уже смотрят на нас с небес. Там же и многолетний директор музея браки – Анна Кузина. Весной 2022 года Кузиной исполнится 75 лет. В преддверии её дня рождения музей браки вместе с её родственниками желает установить памятник в знак благодарности за богатую жизнь Кузиной и вклад в развитие культурной истории Эргли. Все, кто желает поблагодарить и почтить память Анны Кузиной в день её 75-летия, приглашаются пожертвовать деньги на памятник, перечислив деньги на счёт объединения культурно-историческое наследие Рудольфа Блауманиса. Номер банковского счёта я отдаю в описании под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова